Давайте я сначала всегда запомню, что мы делаем. Мы рассматривали идеальную жидкость. Это означает, что выполняет длинное трение, теплопередача. В ней идеально сохраняется энергию. Силы, которые действуют между частями жидкости, эти силы только нормальные. Нет никакого трения, нет никакого придорогенного движения. В этой жидкости мы выглядели теорему, которая говорит, что только в каждой линии тока сохраняется зависимость, то есть ротор скорости. После этого мы сказали, что если мы будем рассматривать обтекание тела, например, то есть жидкость будет натекать издалека, то там, наверное, далекий поток однородный, и, конечно же, в нем зависимость равна ну. И поэтому зависимость должна оставаться равная ну. Во всем зависимости. После этого мы сделали вывод, что если ротор скорости равенную трубу, значит скорость является градированной, мне сказать, что это не цель. И вместо того, чтобы искать векторную функцию на вжорную искать скалерную, то есть решать обравнение вопроса, и вдруг не линейная сложная задача, если у вас простой линейный задач, которую мы не лепетит и решили, получили тихонь. Давайте я вам напомню, как все это выразило. Если я рисую моё тело, то есть если это всё так, где жидкость попоилась на бесконечности, и тело движется, и у него есть скорость, в этой точке скорость жидкости должна совпадать со стойujю тела, потому что она совпадает с его нормальной компонентой, в этой точке тоже скорость жидкости должна совпадать со скоростью тела. При удалении от тела эта скорость убывала, как ядницы наверх в глубе, А линии ее, конечно же, представляют из себя обычную гипольную картинку более-менее вот такого характера. Обратите внимание, что это в системе что-то жидкости. Вот мгновенно я сделал снег, в следующий момент тело уже будет здесь, и весь этот паттерн движения, весь этот гипольчик переедет в следующую точку. Но в данный момент он выглядит вот так. Мы получили такое решение. Теперь вы видите, что, например, скорость исправлена вот так, а тут она поворачивает сюда. Интересно посмотреть, что происходит с каждой частичкой жидкости, потому что у нас интересовался вопрос на самом деле, какая сила действует на это тело. Мы эту силу посчитали. Обнаружили, что эта сила есть 2ИАР в кубе на 3, на плотность и на 2КУ. Вот это скорость тела. Мы сказали, что это половина вытесненной массы, назвали ее присоединенной массой. Вот эту вот величину, она является массой. И это правильный ответ. Это действительно инерция, которая добавляется к телу. Потому что тело движется в жидкость, и в нем появляется инерция. Есть такая забавная история про ферми и радио, которые... Это космический эксперимент, космический навык, направились на горы. И когда они с этой горы вернулись, телесные горы не ехали в поезде, уже обратно в текады. И вот радио, который очень гордился со своими часами, заметил, что часы его спешат. И они с ферми стали обсуждать, почему бы это произошло. Вот как вы думаете, почему, если подняться на горы, потом спуститься, то часы начинают показывать задвижку по времени. А какие часы? Ну, скуку ферми в 50-м году, то самое... Электронных часов еще не было, а все часы были такие. Так. Разреживаются на фонд, конечно. Причем обычно, когда... Вот я вот и к этим рассказал про присоединенные массы, вы сразу сообразили. А когда вот мы спрашиваем студентов на экзамене, это обычно начинают стоить при теории относительности, о том, что время идет... Примерно 40 порядков разница в двух эффектах. Значит, на самом деле, когда этот самый маятничек движется, ну, в часах он движется вот так, вот такая там пружинка, которая вот так вот крутит, да? Ну, или обычный маятник в таких часах, то его частота колебаний, конечно, это жесткость пружины, корень квадратный, жесткость пружины на массу. И масса включает в себя массу, так сказать, присоединенного воздуха, которого с собой таскают. И, например, шестарские часовщики про это дело знали, потому что они, так сказать, надо делать, так сказать, часы для долины, а для коры и не знали разницу. Значит, присоединенную массу мы посчитали, мы посчитали ее правильно. Потом мы обсудили, что, на самом деле, она связана не с импульсом, а с фази импульсом. Это трудная вещь, это, на самом деле, для, так сказать, грубо говоря, для старшекурсника. Если у вас есть трудности с этим квази импульсом, расслабьтесь. Помните, что вот когда-то вы слышали, ответ только для динамики такую штуку, а когда вы будете из-за твердого тела, что-то вроде, у вас опять встретится квази импульс, и вам не могут морочить голову всякими парадоксами, есть ли у фанона импульс или нет ли у фанона импульса, тогда вы вернётесь к этому вопросу, и у меня, в пекциях, есть ссылка на маленькую заметку Пайроса на эту тему, и там все объяснено. Так что сейчас можно не учиться. Важно вот что, инерцию написали правильно. Эта инерция связана с тем, что какая-то часть жидкости приводится в движение вокруг тела, а вовсе не с полным импульсом жидкости, который зависит от того, есть у нас стенки где-то далеко или нет. Интересно посмотреть, как движется каждая жидкость частицы, и это очень совершенно неожиданно и нетривиально. Вот у меня где-то тело было далеко, и вот тут у меня стояла частица. Моё тело подходит, 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 что оно делается перед частицей? Оно её толкает от себя. Давайте я вот так, она начинает двигаться. Теперь, когда моё тело уже будет вот здесь, как эта частица будет двигаться? Если моё тело здесь, частица, которая здесь, она уже двигается сюда, к телу. Это означает, что вначале она двигалась вот так, а в какой-то момент она будет двигаться вот так. Как соединить эти две точки? В какой-то момент тело пройдёт, частица остановится. То есть она вот стартовала отсюда, а в конце концов придёт вот сюда. И после этого тело уйдёт далеко, и в этом месте жидкость уже успокоится, её скорость будет стремиться. Оказывается, легко понять, вот этой карбин, я вам просто нарисую ответ, что каждая жидкая частица двигается вот так. Кто бы угадал, да? Можно это дело покрасить, жидкость её увидит очень красиво. Ну, это переда, конечно, симметрично, я понял, что это очень хорошее. Соответственно, если частица стартовала откуда-то дальше, то, конечно, её смещение будет. То есть моё тело проходило по вот этой линии, да? Если частица стартовала дальше, то понятно, что её смещение будет меньше. То есть у неё будет как-то своя петля, которая, вот эта петля будет поменьше, и, соответственно, она сдвинется меньше. То есть это сдвинется на вот столько, а это сдвинется на вот столько. Значит, можно, взяв такие, так бы, начальные позиции и конечные позиции, то есть всякая отсюда перешла сюда, отсюда, 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 отсюда. Так вот, объём жидкости заключённый между этими поверхностями, это вот эта присоединённая масса, которую мы посчитали. Эту задачу решился, ну, к Чарльзу Дарьевну, а математик тоже Дарьевну. То есть присоединённая масса – это действительно то, что мы двигаем. Твой импульс как раз и объясняет вам, как это. Значит, с инерцией всё в порядке, но полная катастрофа – что будет при постоянном равномерном прямолинейном движении? То, что мы получили, что сила равна вру. И это абсолютно бессмысленно. Всякий из нас, попробовавший оттолкнуться в бассейне от портика, знает, как много вы проплыли. Очень сильно если оттолкнуться – метра четыре. Значит, понятно, что сила сопротивления есть. Более того, она есть, конечно, и в воздухе. И тоже в воздухе, если вы бросите мяч, то, конечно же, он, в конце концов, начнёт терять свою горизонтальную скорость. А как оценить силу сопротивления, не пытаясь решать уравнение, как мы это делали, а по здравому смыслу. Сейчас попробуем это сделать. Это сделано, потому что Ньютон задолго до господ Эллера, Латласа, Ухея, Сурса. И у нас с вами будет. Ньютон рассуждал, может быть, просто. Вот мы берём тело. Размера, да? Какого-нибудь. Которое движется со скоростью У, да? Что оно делает? Через время Т оно сдвинется на расстояние УТ, да? И приведёт в движение вот весь этот, значит, весь этот воздух, у которого объём, соответственно, есть Р квадратная площадь умножить на длину на УТ, да? И на плотность. Это даст нам массу. И на скорость. Это даст нам импульс. То есть вот столько импульса мы передали жидкости за время Т. Да? Если мы продифференцируем этот импульс по времени, то это будет скорость передачи импульса в единицу времени нашей жидкости. И она должна быть силой действующего отдела. Эта формула называется формула Ньютона. И какой-то коэффициент порядка единицы сказал Ньютон. 1600. Дай бог пометить. Кто написал ещё? Никогда написал начало. Вот. Нет, я здесь не написал в таком году. Вот. Значит, формула это правильная. И очень простая. Как её получать? Заметьте, в неё абсолютно не входит коэффициент вязкости. Она ничего не говорит ни про какое трение. Да? Она говорит, ну вы толкаете жидкость. Ну вот и действует сила. Ну мы попробовали толкать без всякой вязкости. Ну нет. Может она считает, что молекулы налетают и отражают, скажем так? Понимаете? Когда мы пишем уравнение сплошной среды, то в них молекул нет. А есть сплошная среда. И в этой сплошной среде, если мы пренебрегаем сдвиговыми силами, абсолютно точно должна выполняться теорема Кельвина. Теорема Кельвина означает, что движение потенциальных движений, силы сопротивления нет. И вот сегодняшнюю и следующую лекцию мы с вами будем долгим и непростым путём получать вот эту формулу. И окажется, что ответ, написанный в 17 веке, правильный. Потом неправильный ответ, написанный в 19 веке, а именно 0, потребовался весь 20 век, чтобы на самом деле понять, что же собственно здесь происходит и почему простое. Это, точнее, это оценка. Ответ запрещал бы вычисление этого коэффициента, который очень непросто. Но правильное понимание требует учёта вязкости. Хотя ответ от вязкости не зависит. И это одна из главных тем физики 20 века, которая в разных частях физики называется по-разному, но она обычно называется аномалией. И что такое аномалия? Это когда эффект некоторой величины остаётся конечным, когда величина становится к нему. Вот это одна из самых неожиданных и нетривиальных тем, которые мы встречаем в адронном коллайдере, которые мы встречаем в космических лучах, но которые проще всего выучить, конечно, обычную гидродинамику, потому что это место здесь у нас, в индуиции, работает. Ну вот, давайте я делаю. Значит, будем варить вязкость, решать задачу связности. Потом мы справляем вязкость в минуту, и получаем вот хотя у нас сейчас программа. Кто-нибудь уже угадал, в чём физика дела? Кто-нибудь уже угадал? Да, кто-нибудь тоже. Вы ответ уже знаете. Весь фокус в трении. Как же трение может повлиять на ответ, когда коэффициент трения будет очень маленький? Видите, он не входит в ответ. Давайте я вам сразу, чтобы у вас, так сказать, картина критическая в голове была, а то вы будете плохо спать ночью. То есть вот, когда жидкость набегает, то, конечно, те траектории, те линии, которые проходят далеко, когда вязкость мала, они не знают о существовании этого тела. Те, которые проходят очень близко, они трутся. И те траектории, которые проходят рядом, у них скорость не может быть относительной. Мы всё время говорили, что может проскальзывать жидкость. Она не должна проникать внутрь. Мы потребовали, чтобы нормальная компонента совпадала. Но кондиционная мы позволили скользить. На самом деле она скользить не может. Если мы действительно учтём трение, то мы понимаем, что обязательно будет тонкий слой, который будет прилипать. И вот этот слой, который прилипает, потом оторвётся от тела, образует то, что называется след. Внутри этого следа будет рукулятность. И вот наличие, то, что тело тащит за собой этот слой, приводит к тому, что давление здесь, конечно же, меньше давления здесь. И эта разность давления, в конце концов, не зависит от той вязкости, которая здесь привела к созданию этого тонкого пограничного слоя и его отрыва. И эта разность давления, конечно же, есть просто ро-ю-квадрат. Вот это же и есть давление. То, что здесь написано, здесь написано дельта p на r-квадрат. Так. Ответа на отвязкости не зависит, но безвязкости его бы не было. И точно так же квантовые михреи проникают в себя в проводники, и точно так же многие другие явления в физике сидят на исчезающем малом эффекте, который создаётся конечный результат. Вот, значит, это было всё как бы отвертайство. То есть это я вам, значит, рекламу этой лекции исключающей. По-настоящему принципу. То есть чтобы этим заняться, мы должны ввести вязкость. То есть силу движения. Это означает, что вот в нашем уравнении, помните, у нас было уравнение рейлера, которое мы записали вот в таком вот виде. И мы сказали, что поток импульса – это и есть тензорное движение, действующее на тело, плюс тот импульс, который само тело движется. Это его просто перенос импульса по мере движения, а это силы, которые действуют. Вот теперь этого недостаточно. Мы хотим теперь, мы назовём его сигма. У нас будет тензор напряжения сигма и кадры, и он теперь будет равен только диагональ. Раньше мы учитывали только его диагональную часть, в которой было давление, а теперь мы должны учесть то, что у него появляются ненормальные компоненты. Давайте аккуратно определим, что это такое. Сигма и кадры – будет сила, действующая на единицу площади, в направлении И. На площадку, у которой нормаль смотрит в сторону кадры. Давайте я их нарисую. Вот у меня есть площадка, у неё нормаль. Помните, я её всё время называл ДФ. Вот она, ДФ кадры смотрит вот сюда. А сила смотрит вдоль оси, которую я буду называть И. Давайте я сейчас какую-нибудь эту тему и нарисую. Давайте нарисуем это дело. Вот пускай у меня есть ось Х, ось З. Тогда то, что действует вот так, в таком направлении, вот это вот, будет сигма. Какие у него будут индексы? Сила в сторону Х на площадку перпендикулярную З. На вот эту площадку она действует. Вот эта площадка, которая перпендикулярна З. Это сигма Х, З. Вот так. Это будет сигма З, Х. Да? Вот это будет сигма Х, Х. Да? Потому что она действует в направлении Х на площадку перпендикулярную З. и она есть, конечно, давление. Да? Давление ровное и в диагональной части. Теперь, что можно сказать про этот тензор? Что он симметричный. Сигма Иката Р равняется Сигма Х. По странным обстоятельствам почему-то это не написано в большинстве что загадочное для меня х на терапевт. То есть, вернее, подразумевается, но не объясняется почему. У меня там некоторое время, пока я понял причину этого. Опять же, потому что это не написано. Садо еще прочитать. Чем самому понять. Вот. Причина заключается в том, что если бы этот тензор был не симметричным в точке, то он приводил бы в бесконечное уголовное ускорение. Давайте вот это мы видим. Давайте я возьму элемент, который устроен вот так. Это у него есть дельта Х. Это у него есть дельта З. Ну, предполагается, что у него вот есть эта площадка и по ней есть дельта Х. Да? И я хочу взять и посмотреть на момент сил, который действует относительно оси, которая проходит вот так. Да? Ну, понятно, что Сигма Х будет стремиться поворачивать сюда. Сигма З будет стремиться поворачивать сюда. Да? И полный момент сил, действующий на этот самый кубик, будет стремиться так. Я его напишу. Так. Он будет Сигма ХЗ минус Сигма З Х. Это сила, действующая на единицу площади. На дельта Х, дельта У, дельта З. То есть на площадь. Ну, например, Сигма ХЗ действует на эту площадку. Эта площадка есть дельта У умножить на дельта Х. А рычаг его дельта З. Да? У этого наоборот. У него рычаг дельта Х, но зато площадка дельта У. Вот здесь стоит одно и дельта. Значит, вот это есть момент сил, действующих на тело. И он должен быть равен чему? Момент инерции этого тела на производную угловую скорость, на угловое ускорение. И только будет уравнение. Движение. А? Да. Рычаг половина. Да. Я это все время забываю. Это одна вторая, извините, пропущенная. Я сегодня тоже заметил, что одна вторая должна быть. И я ее забыл. Вот. Но мне сейчас, на самом деле, не важно одна вторая. Мне важно, что будет происходить, когда дельта Х, дельта У, дельта З будут стремиться к нему. Поэтому нет конструкции интересного. Просто предел. Теперь давайте напишем, значит, полную массу, которая работает в дельта Х, дельта У, дельта З. Умножим на рычаг. На вот этот вот квадратный, который в дельта Х в квадрате, плюс дельта З в квадрате. И д Омидом по дельта У. Ди Омидо угловое ускорение. Но отсюда видно, что вот дельта Х, дельта У, это увеличено третьего порядка, а это пятого порядка. И когда дельта Х, дельта У стремятся к нулю, то если бы эта штука была конечна, то угловое ускорение становилось бы бесконечным. Хорошо. Теперь он идет по дельта. Здесь стоит ДОМ и ДОПДТ. Опять же, уже у двух товарищей есть мои файлы. Там есть все формулы. Я, на самом деле, специальный для этого, одна из пенсий, почему я... Это довольно большая работа была, получить все это дело, но я считаю, что куда важнее это слушать и как бы... Потому что когда записываешь, что... Записывать нужно. Нужно записывать главные мысли, нужно записывать свои соображения по поводу того, что я говорю. Но жалко тратить время на технические детали. Все это есть в файле. С другой стороны, иногда нужно эту формулу записать и потом на нее долго смотреть и медитировать. То есть, как бы для этого она не нужна. Но, по крайней межуточной формулой мне было жалко. И мы говорим, что, конечно же, оно по-прежнему хотим оставаться внутри того же самого режима, когда градиенты скорости не очень далеки. Мы уже обсуждали, что если скорость не зависит от координат течения однородных, то никаких сдвиговых напряжений нет и никакого трения нет. Поэтому мы бы думали, что этот тензор каким-то образом должен быть связан с производной скоростью по координатам, пока эта производная невелика, то они должны быть связаны линейно. То есть, когда это мало, то и это должен быть мало. Два тензора второго порядка связаны, вообще говоря, через тензор четвертого порядка. И это, конечно, ужасно, надо подумать, писать тензор четвертого порядка, но жизнь оказывается намного легче. Почему? Значит, давайте вспомним про тензор, который мы с вами писали. Он имеет симметричную и антисимметричную компоненты. Помните? Симметричная его часть описывала деформации, а антисимметричная описывала вращение. С обеими частями будет связан тензор? А антисимметричная. Он совсем отличный. Да. Ну, и что? Я бы мог его связать с антисимметричной через епсилон альфа-бета. И от епсилона альфа-бета-кан. Технически, конечно, казалось бы, если мне нужно выразить антисимметричный тензор через антисимметричный, и я должен взять абсолютно антисимметричный тензор епсилон, который в математике специально при этом делают для нас. А? А. 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 Да. Это правда. Это хорошее замечание. Но мы можем, на самом деле, ослепить абсолютно антисимметричный 4-х епсилон альфа-бета. Знаете? Есть ли два альфа-бета, которые абсолютно антисимметричны по перестановке. Вот. Тем не менее, понятно, что как-то антисимметричная часть не важна. Времени. 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 Это должно быть понятно. Есть вещи, которые в языке разуме говорят без формы. И надо всегда тренировать понимать эти вещи без формы. Да? Значит, конечно же, если у меня что-то вращается, то никакого относительного движения слоёв не происходит. И эти два слоя вращаются вместе. Антисимметричная часть святого тензора описывает вращение, говорят, твердотельное вращение. Слои не скрытят в этот момент. Я как бы это вижу. Конечно, это можно и формально. Поэтому это напряжение, сдвигывая трение, возникает только при деформации объекта. А когда что-то крутится, оно не деформируется, крутится как есть. Внутри него ничего, относительно чего не движется. Поэтому понятно, что все будет выражаться в струке пересимметричную часть. И после этого, все становится совсем просто. Из этого страшного тендера четвертого порядка остаются силы 2, как стампы. Давайте я вам это дело сейчас я пишу. Значит, сигма икд равняется это dv и t по dxк плюс dv т по dx и в я официально написал вот так пересимметричную часть. Ну и вообще говоря, всегда у меня, конечно, может быть вверх и икаты, то есть совсем, так сказать, это самая диагональная часть. То есть вязкость дает мне вклад еще и в нормальную часть, то есть в диагональную часть, которая должна быть уже пропорциональной константе. И эта константа просто есть дивергенция. Давайте я пишу это. dv, lt, fd, x, lt. И предполагается, что вклад им происходит суммирование. И тут стоит какая-то другая константа. Ну и это называется обычная и объемная, то есть, вернее, обычная и объемная вязкость. В том виде, как сейчас, они у нас появляются абсолютно феноменологически. Сейчас мы их оценим. Но вычислить их, это задача, для которой требуется изучать конкретную молекулярную структуру всякого данного учителя, и она от нее зависит. Вот. Значит, по размерности значит и бета, и мю, квадратными скобками я буду всегда обозначать размерность, она просто, значит, у нас что? грамм на грамм на сантиметр на секунду. Вот. Значит, давайте оценим вязкость. Как ее оценить вообще? Понятно, что причина ее, конечно, молекулярное движение внутри. То есть, у меня есть слой, у меня есть другой слой, что этот слой движется, каким-то образом нижний слой должен про это узнать. Чтобы он про это узнал, молекулы должны перелететь отсюда вот сюда, если мы говорим о газе, например, да? Или подействовать силой отсюда вот сюда. Давайте оценим это для того. Значит, у меня есть, вот один слой движется так, другой слой движется так. У меня есть какой-то градиент У меня есть поток молекул сверху вниз, как я буду обозначать L. У меня есть характерная длина свободного пробега, которую я назову L. Она зависит, грубо говоря, от силы взаимодействия между различными атомами. И, значит, поэтому частицы здесь и частицы здесь имеют разницу скоростей L дельта Ю. То есть L град Ю. То есть это вот характерная разница скоростей. Это не лаплосиан, это, конечно, напишем, дельта Ю. Это разница скоростей частиц вот здесь и вот здесь, на расстоянии к Л. Соответственно, частицы, которые прилетают, они прилетают с тепловой скоростью ВТ. Количество частиц, пролетающих через единичную площадку, у меня будет НВТ. И, соответственно, они приносят скорость L град Ю. И импульс вот такой. Значит, это импульс, который проносится в единицу времени через единичную площадку за счет молекулярного движения. Он пропорционален градиенту скорости, как полагается. И, конечно же, он должен быть наш вязкий разной пензор напряжения. Значит, откуда это взялось? Конечно, отсюда видно, что мы реально предположили, когда мы потребовали, чтобы тензор напряжений был линеен по Ю. Мы предположили, конечно, что градиент скорости, то есть скорость меняется на масштабах много больших, чем длина свободного пробега. Так что разность скоростей на длине свободного пробега я могу оценить просто линейной аппроксимацией. Вот, грубо говоря, и стало понятно, где это сделать. Дальше отсюда совершенно понятно, что мы можем отсюда написать, что это может быть оценено, это, конечно, неравенство, это оценка по порядку величины, что оно есть МН, и что есть просто РОП, плотность на ВТ на Л. Или через, как станет понятно, через минуту нам нужна будет, на самом деле, генетическая вязкость, то есть какова вязкость на единицу массы. То есть эта вязкость называется нюк, у нее размерность в сантиметр в квадратную секунду, и она есть просто ВТ на ВТ. То есть тепловая скорость. ВТ это просто корень из стены, это просто тепловая скорость. Молегулу, она же порядка скорости звука во всех. Потому что с той же скоростью передается, естественно, возмущение об области. Например, если мы возьмем воздух и воду, то понятно, что, конечно, у воды это будет намного больше, потому что вообще намного тяжелее. Но вот уже генематическая вязкость, она описывает, как сама среда движется, не как она реагирует на какое-нибудь другое тело, а вот если у меня есть кто-нибудь вихрь в среде, как скоро он затупнет, например, то есть его внутреннее отношение вязко, напряжение к массе самого же тела. Как вы думаете, что более вязкое, воздух или вода? Воздух. Вы сели ближе, а то хочется до вас докричаться. Воздух. Да, почему? Да, почему? А? Я вам даю. Прочите. Обычная вязкость. У него Эр очень большой, правильный и очень глубокий объем. И это, на самом деле, ВТ определяет свою температуру. При одинаковой температуре скорости, благодаря одного варианта. Но у воздуха молекулы взаимодействуют намного слабее, поэтому длина пробега, она намного больше. Вот, например, сейчас в этом ремидивистском отродном коллагере мы имеем дело с некой delegationной пазмой, которая часть взаимодействует очень-очень сильно. И поскольку они взаимодействуют очень-очень сильно, Эль оказывается очень-очень маленькая. Так сильно все взаимодействует, да? И поэтому вязкость оказывается очень-очень маленькой. Трудно передать импульс с места на место, когда, так сказать, сила взаимодействия. И поэтому эта страшная кварблюонная отхажа в нижней температуре оказывается практически идеальной видностью. И теперь, вдруг, Эльцин по-настоящему идеальной гидродинамикой, потому что она описывает разлет из кварблюонного облака в огромном количестве. Значит, вот это очень важно на самом деле. И на самом деле, вот эта простая формула, она, конечно, очень грубая оценка, особенно если говорить про кварблюонную плазму, то, конечно, на самом деле, реальное вычисление раз к стерней, это очень непростая задача, система с стерней взаимодействия. Но как качественное понимание, о чем это, вот эта формула, она, в чем мы говорили. Ну вот, теперь мы можем сюда подставить наш новый тензор напряжений, в который, кроме этой части, появится еще вон так, и получить уравнение на вес, в том ситуативном напряжении. Оно было написано на Вьер, французом, в 1822 году. А потом написано с токсом, по-моему, в 45-м, точка, в 45-м. Вот, это уравнение выглядит как. Давайте мы напишем через рот, ДВ, КТ. Ну, мы знаем, что это полная, происходная. Минус градиент давления, это у нас было и раньше, плюс это Лаплас В. Нам нужно еще раз продифференцировать сигну. То есть здесь стоит производная от потока импульса, которая включает в себя сигну. А сигна сама по себе производная от скорости. И вот если аккуратно все собрать, то все соберется в Лапласиран здесь. А то будет стоять это плюс ну, градиент дивергенции скорости. Вот это уравнение называется уравнение на вес, в том числе. Что же уточнить? У вас скорость ведь одна и та же, там разными коммами обозначена везде скорость, да? В у меня... А, нет. Здесь это у меня было, на самом деле, как бы я рассматривал какую-то общую... Нет, в самом уравнении, у нас просто скорость здесь, то есть у В и В прописано, 1,6. Да. Я поэтому стараюсь не пользоваться объемами нигде. Чтобы не было сомнения, что такое это объем. То есть В всегда скорость. Да. Но вообще я... И это всегда у меня большая проблема с маленькой и с большим. Поэтому я объемами не стараюсь не пользоваться. Окей. Значит, это уравнение. Значит, ну, во-первых, что про это уравнение можно сказать? Жизнь сразу стала труднее. У нас было уравнение первого порядка, уравнение Эллера, да? А теперь это стало уравнение второго порядка. У меня появился Аплассиан. Конечно, для нежимаемой жидкости дивергенция равна нулю. И мы будем работать с нежимаемой жидкостью. Я боюсь, что мы движемся так медленно, что мы, наверное, не дойдем до пустики и всех этих самых ударных волок. Давайте быстрее. Цель же не в том, чтобы я отбормотал что-то, так сказать, а мы отхивали головами. И потом, я понимаю, что тут люди с разных курсов, но мне хотелось бы, чтобы второкурсники тоже понимали. Но если уж совсем, может, в какой-то момент, может, иногда ускоряться. А второкурсники... Вот. Значит, даже в этом случае, все равно, это уравнение второго порядка. То есть, добавился вот этот член. И, естественно, ему нужно дополнительное ограниченное условие. И мы его уже обсуждали. То есть, если уравнение Эллера единственное грамм условия, которое мы накладывали, это то, что жидкость не проникает внутрь твердого тела, теперь мы обязаны уже дополнительное условие, что она не проскальзывает так же. Значит, объяснения, которые всегда давались этому, еще когда я был студентом, и мне говорили, что ну понятно, раз свои жидкости трутся друг от друга, так они должны тереться так же и твердое тело. Это правда. А поэтому они должны всегда, в конце концов, восстанавливаться. Это мне никогда не было очевидно. Тем не менее, я не видел никогда ни одного серьезного теоретического аргумента, который бы мне доказывал, что это так. А с другой стороны, можно увидеть, и вот я, по-моему, здесь даю ссылку, есть такой хороший такой диск, который содержит в себе всякие картинки, которые мы снимали экспериментал. Можно увидеть, действительно, посмотреть, как обтекает воздух, например, любое тело, и действительно убедиться, что достаточно большой слой, намного больше, чем молекулярный. Мы не работаем с молекулами, у нас же приближение сплошной среды. Мы же начали с того, на первой лекции, что всякие свойства среды, которые мы рассматриваем, в любом объеме, которые мы рассматриваем, должны быть одинаковыми. Так вот, на самом деле, большинство газовой жидкости действительно обтекают тела так, что слой, который прилипает, достаточно существенно больше, чем длина свободного пробега, и можно пользоваться как генуальным приближением. Тем не менее, появились жидкости, появились специальные тела, появились специальные покрытия, при которых, на самом деле, это приближение не работает. Это тоже, конечно, 21-й ряд, раньше такого не было, это специальные технологии, но нужно помнить, что, вообще говоря, бывает такая жизнь, в которой нам приходится решать это уравнение с более сложным градусловием, чем полная остановка жизни. И это очень удобно. Но мы не занимаемся влюблено. Значит, у нас условие, что мы полностью равно нулю на поверхности 2. И с этим, вот, теперь мы будем все дело решать. Давайте сначала для разогрева решим совсем простую задачку, а потом вернемся к аптекальному нашему телу. Значит, мы решим задачку, которую я называю «гружа и река». А именно, представим себе, что у нас есть наклонная плоскость под углом Альфа, и по этой плоскости течет слой жидкости толщиной H. Давайте направим ось Х вдоль нашей плоскости, ось Z перпендикулярна к ней, так что ось Z под углом наклонной. Предполагается, что эти параллельны. И хотим найти просто движение жидкости. Здесь понятно, что оно будет в дробикориолетовом уравнении. У него будет градусловие, которое заключается в том, что жидкость должна быть неподвижна до тьмы. А наверху здесь тензорное напряжение в жидкости должен иметь только нормальную компонентность, потому что все, что здесь есть, это давление воздуха, которое в перпендикулярных поверхностях. И мы предполагаем, конечно, что все это течет давно и устоялось, и поэтому все стационарно. Значит, и что у нас от этого уравнения останется? Давайте напишем, останется минус градиент B плюс это Лаплас B. Единственное, что теперь у нас действие не простивой тяжести, ничего не текло, поэтому мы напишем плюс ρ G. Это все векторное уравнение. И мы сейчас это все равно друг. И мы у этого уравнения возьмем сейчас две компоненты. Одна компонента вдоль Х, другая вдоль З. И, соответственно, уравнение dp по dz, это Z-компонента. B не имеет проекции на Z. Мы предполагаем, что B, конечно же, течет только вдоль. То есть оно, конечно, какой-то неоднородный профиль, тут скорость 0, она возрастает, появляется. Ну, мы все в реке плавали. Но, тем не менее, B направлено по X, поэтому оно не дает в плату взять компонентное уравнение. А в G, конечно, дает. И оно при этом проектируется. ρ G на 85 равняется 0. И такое же самое уравнение у нас будет на дор XA. Дор XA, наоборот, давление не является. Давление не зависит от XA, оно зависит только от вертикальности. Поэтому у нас будет уравнение B, B, B у нас только X-овая компонента. Я не пишу, что она X-овая, потому что она имеет только X-овую компонент. Но ее атласиан имеет только вторую производную по Z. И тут у нас будет ρ G синус альпа равняется 0. Ну и условие, что V от 0 равняется 0, это на дне, да? И на поверхности у нас должно быть что? Значит, у нас есть, если я посмотрю вот здесь, то у меня σxz, это сила, которая есть вот сюда, на вот эту вот площадку. Она же есть, это dvx по, ну, V у меня только X, dvx по dz. И она должна равняться 0 на самой поверхности в точке H, да? Потому что там ее нечему равновесить. Может, сейчас там вакуум вообще. А σzz, она, соответственно, должна быть минус давления, там, смяну, там. Есть атмосферный капитал. Ну все, вот эти два уравнения с вот теми градусловиями решить совсем просто, что мы сейчас немедленно перетишем. Значит, давайте я напишу только V, потому что оно меня интересует. V от z равняется ρg синус альпа на 2 в это 2H минус z. Так, синус альпа 2 в это. Вот, значит, у нас осталось 3 минуты до конца. И если бы у нас была, например, ну, роз, значит, мы знаем, это 1 грамм. Уже мы знаем, это 9,8 метров в секунду в квадратную. Да я вам даду сказать это. Вы действительно обсуждали, что для воздуха и для воды они такие разные. Значит, тут ходит, конечно, ν. Это на рот, давайте напишем, что это ν. И для воды оно 0,01 см2 в секунду, а для воздуха оно 0,15 см2 в секунду. Значит, здесь у нас стоит 0,01 в системе SPS. Давайте напишем 0,01, 2. В этих же самых сантиметрах g это 10 в третьей. Так. Альфа будем считать маленьким, поэтому синус заменим на альфу. Так. А здесь у меня z, который я сюда напишу, чтобы не было вопросов. В общем, для оценки на высоте здесь стоит другая H квадратная. То есть вот V по порядку величины устроена так. 10 в третьей, да еще два порядка, 10 в пятой, 10 в пятой на h квадратную. Да? На альфу. Теперь, если я возьму луку, у которой H, ну, 1 мм, ну, тонкая лука, вот, 1 мм, 2 мм. Значит, то миллиметр это 10 минус первое сантиметра, да в квадрате это будет 10 минус второй, так? Значит, то это у меня будет 10 в третьей на альфа. Ну, под каким углом у нас уже текут? В русалиме под большим углом, ну, так сказать, ну, в среднем, я не знаю, там, 10 градусов, 5 градусов, да? Ну, то есть обычно не 30, но и не... То есть в среднем такой нет. Давайте возьмем 10 минус первое, да? Если взять альфа 10 минус первое, то это будет 10 во второй сантиметров в секунду, то есть примерно метр в секунду. Это зумно. Теперь давайте возьмем Волк. Значит, Волк, как я сказал, попадает в Каспийское море, вытекает она с Валдайской возвышенности, и от Валдайской возвышенности до Каспийского моря примерно 30 тысяч километров. А высота в Валдайской возвышенности, если кто знает родную географию, примерно 300 метров. Поэтому альфа, он порядка 10 минус четвертый, то есть совсем маленький. Но H в лубинат у реки Волк, это 10 метров, ну так, в среднем. 2,15, так сказать, да? Но не 2,00. Вот подставим, значит, 10 в пятый на 10 минус четвертый на 10 метров, это 10 в тритый... 10 в тритый сантиметров, да, еще в квадрате 10 в шестой, да? Правильно? Значит, вот это вот у нас сейчас будет скорость... Значит, это будет 10 в пятый, значит, он останется 10 в пятый сантиметров в секунду. Это будет, соответственно, 10 в пятый сантиметров в секунду. Это, соответственно, будет 10 во второй километре в секунду. То есть, у нас сколько аэр в секунду? Береги. Береги, вы можете подумать. С Волдайской разрешения. Сейчас, плюшку. Ребята, уже у двух человек есть эти самые файлы с моими лекциями. И вы можете скачать, либо вы можете подать мне флешку, я вам скачаю здесь. С Волдайской разрешение. Продолжение следует... 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 вернемся к этому плоскому течению движению жидкости и поймем в чем разница лужи и реки с точки зрения числа рейнольца что будут предложения я уже стер уравнения которые если вспомнить эти уравнения они выглядели вот так я их напишу в них члена ВКРОТВ вообще не было которые присылают инерцию кстати, заметьте, член ВКРОТВ является единственным линейным членом уравнения с ним все проблемы линейное уравнение мы решать не умеем это дело не хитро так вот, в силу нашей геометрии это течение а именно потому, что В перпендикулярно градиенту В этот член, конечно, равен нулю и вообще не участвует и вообще в этом течении рейнольцик равен нулю формально рейнольцик – это отношение вот этого к вот этому а вот этот теперь равен нулю и поэтому это получилось такое простое течение и если бы оно все время оставалось вот таким что у него скорость меняется только поперем себя так никакой инерции бы не было потому что инерция – это когда скорость меняется вдоль себя вот тогда оно по инерции пытается продлить и начать двигаться с той скоростью, которая была раньше а ему нужно уже заворачивать и от этого возникает нелинейный эффект а в плоском-то случае ничего ну тут начинаем понимать что, конечно же, мир абсолютно не идеален не может быть вот такой абсолютно идеальной геометрии у заведомого волка не так устроена даже и всякая дужа не так устроена у меня всякие неоднородности например, на дне вот спрашивается, а что будет, если у меня есть такая неоднородность например, у нее будет угол, маленький угол бета на который у меня нарушена плоскость дна да? спрашивается каким образом я его назвал вот так да? значит, я хочу оценить теперь чистое нольца уже не будет ноль оно будет функцией nb а когда бета равно нулю, то оно, конечно, ноль я должен оценить его как? я должен взять скорость свою скорость на, скажем, на высоте h умножить на h на β и разделить на μ да? то есть это как бы вот то есть число нольца оно определяется скоростью на масштаб но масштаб теперь изменения у меня это это масштаб умноженный на этот маленький угол бета и теперь если я возьму сюда подставлю свою скорость которая у меня, помните, была выражалась через h я я просто напишу ответ чистый то для лужи это получится примерно 50 бета а для реки есть и в 12 и вот в этом месте филе понимают что, конечно же решение идеальное получится просто но дальше возникает вопрос является ли это решение устойчивым по отношению к всегда присутствующим в реальном мире малым возмущением и совершенно понятно что если до лужи вот угол который порядка 1,5 это вполне реально то, конечно, для реки возмущение которое больше чем 10-12 есть всегда любое зло является неровным и это означает что немедленно все это решение потеряет смысл потому что в нем то слагаемое которое мы полностью принесли предполагает геометрию плоской идеальной окажется бесконечно больше чем то слагаемое которое мы учли это, кстати говоря и выключено если у нас дно абсолютно ровное гладкое то как мы любят теперь в России с помощью нано-технологии сделанная с точностью этого метра абсолютно гладкое и по нему мы пустим жидкости длиной 10 метров он как раз разгонится до 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 при этом нам нужно будет охладить его до температуры потому что я учел только один вид возмущения это неровности дна кроме того из просто тепловой фруктуации скорости кажется что их я тоже должен буду охладить такой что моя жидкость станет на самом деле твердым телом тогда я должен пускать гель гель довольно трудно пустить глубиной 10 метров но пленки гелия можно пускать и этого не делаем действительно если несутся если несутся по гладким поверхностям это формула работает если мы сможем сделать это число достаточно небольшим гель маленькая температура зависит если говорить о сверхтекущей сверхтекущей течет формально лекции мы обсудим что будет если мы сменим геометрию а просто сделали возмущение в скорости жидкости затухнет и мы увидим что даже идеально это возвращение будет возрастать а не нашему телу и спросим, а что будет в этом самом пределе когда инверции можно привлечь а на самом деле все будет определяться вязкостью в этом случае как понятно из уравнения на Вьес-Стокса если я закрою этот член и посмотрю на стационарное решение то у меня брадиент П должен уравновешивать вязкость вязкое трение и это означает, что мое давление будет принято пропорционально к скорости я еще раз хочу получить вязкую силу трения действующую на тело движущейся со скоростью У имеющей характерный размер А и конечно же эта сила она должна быть интеграл вязкого тензора на окружении по поверхности моего тела или иными словами она должна быть интеграл по поверхности вот это U разделить на R это сигма мой тензор на окружении может жить порядка давления я оценил у меня площадь примерно 4P R квадрат умножить на этот U разделить на R то я получу 4P это U R это сигма помню царь сигма есть это GV по DR я оценил GV по DR как U разделить на R но это то же самое я получил если бы я взял это не равно а пропорционально я просто хотел сказать что мы раньше получали силу как интеграл от давления теперь я его написал как интеграл от тензора вязких напряжений который устроен вот так но то же самое я получил бы взял бы интеграл от давления по площади потому что давление оно просто выражается так сказать здесь это стациональное течение просто равно вот это очень я рассмотрел такое вязкое движение в котором только вязкий тензор напряжения я его челкал и это есть вязкое трение вязкий тензор напряжения И Сигма мы оценили как это, коэффициент вязкости, на ДУ по ДР, который я заменил на У на Р, и после этого получил эту форму. Правильный ответ для сферы 6П, это Ю на Р. То есть наша грубая оценка всего на 3 вторых набралась, получил это тоже стокс. Согласно, в цифровом стокс. Можно задать такой странный вопрос, например, какая нужна сила, чтобы... Да, давайте, нет, все-таки перед тем, кто спросил, я скажу, при каком условии получена эта формула? Она получена при условии Рейнольдс, который является У на А на Ю много меньше единицы. Только в этом случае справедлива такая форма. На самом деле, конечно, ею можно пользоваться, до Рейнольдса порядка единицы, но уже ею нельзя пользоваться, до Рейнольдса больше единицы, потому что тогда, вообще говоря, нужно учитывать это слогаемое, и давление, вообще говоря, не является равным вот этому. И давление, вообще говоря, уже начинают снижать квадратичные члены по скорости, и ответ, конечно, не будет линейным по скорости движения тела. Это ответ линейным. Именно потому, что когда поменять число Рейнольдса мало, вязкость преобладает, то уравнение становится линейным. Так? Значит, как получить точно линейным? Я скажу, как получить 6π вместо 4π. Решить уравнение вот это. Равно нулю с грануслами на поверхности сферы. Если было сегодня время, я расскажу вам слово. Мы только раз тогда, то есть можно найти любую очередь. Вот. Значит, мы действительно пренебрегаем инерцией. И я хочу, чтобы вы почувствовали, что это значит. Вот у меня тело движется, так? И если я перестал его толкать, через сколько его вязкость остановит мое тело? Да? Значит, у меня я описываю Делька Т, через которое тело остановится. Этот Делька Т можно оценить, как r квадрат разделить на n. Да? Теперь, ну, то есть просто по размерности. Это сантиметр квадратный на секунду, это сантиметр квадратный. Это будет секунда. Теперь, если у вас какое расстояние тело пройдет за это время, вы умножите это на скорость u, чтобы оценить это расстояние. И вы увидите, что то, что здесь написано, это размер тела умножить на число ренольца. То есть, когда число ренольца очень маленькое, это означает, что всякое тело, если его перестать толкать, останавливается на расстоянии немного меньше, чем его расстояние. Это означает, что ее не получается. Понимаете? Так. То есть, как только мы перестаем толкать, как сразу все на симптоме останавливается. Теперь, как я говорил, можно пользоваться этой формулой для ренольца порядка единицы. Интересно спросить, а какая нужна сила приложить ее к телу, чтобы двигать его с ренольцем порядка единицы. Ренольцем порядка единицы, это означает, что u умножить на r порядка ню. Поэтому в этой формуле, на самом деле, эта сила 4π это, а у r порядка ню. То есть, это просто 4π плотность на ню в квадрате. И эта сила не зависит от скорости. И она не зависит от размера тела. И она не зависит от массы тела. Сила, с которой мы двигаем, она, кстати говоря, равна для воды 10-4 тина, если вам интересно. То есть, здесь сюда ходит только плотность воды и кинематическая расписка воды. Для воды это 10-4 тина. И эта сила одинаковая для бактерий и для подлодной лодки. Это тривиальный факт. Я сейчас не могу останавливаться, но я очень вам рекомендую над ним подумать на досуге. Почему сила, чтобы двигать подлодную лодку и бактерию одна и та же, если мы хотим, чтобы они двигались с одинаковой... Прежде чем мы начнем говорить об обтекании, я хотел бы сказать несколько слов про плавание. Плавание при больших переносах является занятием совершенно отличным от плавания при очень маленьких переносах. И прежде чем мы полностью закончим с вот этим, я хотел, чтобы вы почувствовали, насколько плавание вязкой жидкости совершенно другое. То есть, микроорганизмы... Число ринольса, оно зависит очень сильно от размера. На маленьких размерах практически всегда. Какие бы ни были скорости, число ринольса очень и очень мало. Теперь, как мы плывем, например, когда мы плаваем или рыбы плавают, как мы плывем при ринольсах... Давайте оцениваем, кстати говоря, при каких ринольсах мы плаваем, да? Наши размеры порядка метра, да? 100 сантиметров. Наши скорости, ну, мы ничего не знаем. Ну, давайте посчитаем 100 сантиметров в секунду, да. Значит, вязкость, в жидкости, как мы говорили, 10 минус 2. В тех же самых сантиметрах квадратных секунды. Число ринольса, при которых очень-очень плохонький плавец плывет, 10 в 6. Это очень-очень большое количество. Как безразмерная числа. Да. Значит, теперь, если вы подставите сюда прежнюю бактерию, и возьмете размер, который будет, там, я не знаю, какие-нибудь даже до микронов, вот, они, на самом деле, немного меньше большинства бактерий, поставите, так сказать, скорости, которые там, вы получите, и у нас скоро будет 10 в 4, 10 в 4, 10 в 4. То есть плавание макроскопических тел и метроскопических продуктов совершенно разных мерах, абсолютно. Мы плаваем фактически, бросая воду назад и на реактивном принципе две грязи вперед. Вот что мы делаем. Когда вы плывете, например, то есть практически любым стилем, вы толкаете воду назад и тем самым бежите вперед. Это совершенно не работает, когда вы хотите плавать при очень низких гринольцах. Мы говорим, что такое плавание. Давайте определим, что это за процесс. Как было пример, что такое плавание? Никто не плавал никогда. Плавание есть периодическое изменение формы для перемещения в лист. Согласны? Можно это делать не периодически, например, отрезать пуск и бросать назад. Вы будете двигаться вперед, пока у вас закончится пуск. Вы же хотите, чтобы вы все время более-менее возвращались до того же состояния, но при этом сдвигались в пространстве вперед. В этом смысле самолет с винтом плавает. Потому что он периодически меняет формы. Совершенно верно. Только он это делает на больших гринольцах. Плавание на больших гринольцах тоже есть периодические изменения формы для перемещения в пространстве. Просто это определение особенно хорошо показывает, насколько неожиданное и нетривиальное занятие плавать при низких гринольцах. Давайте сейчас его вкратце обсудим. Мы предполагаем очень низкие результации. Когда В по ДТ порядка В, которое можно оценить как Ку-квадрат на Р, много меньше, чем Ню-Лаплас В, которое Ню-Ку на Р в квадрате, как вы говорите, да? И, во-первых, что очень важно понять, что в задачи нет инерции. То есть в тот момент, когда вы прекращаете движение, мгновенно все останавливается. Это означает, что совершенно не важно, с какой скоростью вы движете. Вот вы меняете свою форму, то есть вы что-то двигаете. Совершенно не важно, с какой скоростью вы двигаете. Инерции нет. Это означает, что то, что вы делаете, является чисто геометрическим. То есть важно, как вы ее меняете, а не с какой скоростью вы ее меняете. И это принципиальное отличие от высокореносного движения, где, конечно, важно, как быстро выкидаем воду назад, потому что все работает на реактивном принципе. Мы по инерции можем, как первое, отбрасываем. Теперь инерция совершенно не важна. И все определяется чисто геометрией. Какую же геометрию нам нужно сделать? Аплодисменты нам нужно, еще раз, периодически изменить свою форму. Это означает, что мы что-то сделали, а потом вернулись обратно в то же состояние. И при этом сдвинуться в пространство. Как же так это можно сделать? Заметьте, никакого, так сказать, все делается медленно, все вязка жидкости делается в бесконечной медленно. Мы что-то меняем. Но в этом нашем изменении мы должны закодировать таким образом, чтобы он двигался вперед, а не назад. Это означает, что наши изменения... Как мы все-таки. Да, конечно. Это то, что делает спермодозоид, например. У него есть спиральный хвост. И он его крутит по спирали. И когда спираль крутится вот так, то она задает движение туда. Когда она крутится вот так, она задает движение назад, как мясорубка. А другие микроорганизмы, бактерии, делают вот это дело хитрее. Они гонят волну по своей поверхности. При этом каждая точка поверхности вообще движется вверх-вниз. Но поскольку они движутся последовательно, у них есть двиг по фазе, то вот в какой-то момент времени поверхность выглядит вот так. В следующем момент времени поверхность будет выглядеть вот так. То есть по ней бежит волна. И направление бездвижимное при волне. И скорость ее движения совершенно не важна. Все происходит очень-очень негативно. И вот вы посмотрите в курсе. Есть совершенно замечательная задачка, которая называется этот самый пловец Пёрсова. Какой-то произведение. Партик, который занимался совершенно другими вещами, а это занимался для угодствовольствия. Это самый простой пловец, который вообще только можно себе... Можно придумать проще, но это, по-самому деле, симметрично. Представьте себе, что все, что он может делать, это поворачивать вот эти штучки. Вот эту и вот эту. Можно было бы обойтись одной, но симметрично просто проще. Все, что нужно, он может быть вот такой формы, а может быть вот такой формы. А может быть вот такой формы. И это тоже может пройти. Все, что он может сделать. Вот я вам предлагаю по-размыслью дома на следующей ситуации. значит вот наш пловец стартовал с такого положения это его то есть форма номер один его номер два вот такая это значит что он повернул эту ногу его форма номер три вот такая значит он повернул эту ногу его форма номер четыре вот такая то есть он вернул эту ногу обратно его форма номер пять вот такая Считайте эти углы маленькие, но вы меньше единицы. Во-первых, в какую сторону он сдвинется? Во-вторых, как это движение зависит от угла θ? Если я изменю θ и сделаю его меньше 5 раз, что произойдет в движении? Понятно, что когда θ стремится к нулю, смещение стремится к нулю, потому что ничего не произошло. Это очень поучительно. Да, одинаково. Считайте, что он вначале симметричный, что у него было θ и θ. На вскидку, кстати говоря. Понятно, что это должно быть, когда θ стремится к нулю, перемещение. Но нам нужно просто первая степень θ, вторая, третья, четвертая. Вопрос. А он может перемещаться только лево-правый или лево-правый? Это он низко, чтобы он перемещается. Я вам рассказал, что он делает со своими формами. А вы должны рассказать, но он при этом слилится. У него, вообще говоря, симметрия вверх и вниз нарушена. У него вверх от низа отличается, да? У него сначала ноги вверх. Да? Вот. А сейчас совмещается лево-правый или лево? Конечно, отличается. Он первую левую ногу двигает. Да? Подумайте, что было, если он первую ногу правую. Как третья степень. Как третья степень первая. Это не вызывает ни у кого возражения. То есть, во-первых, почему не первая? Ну, потому что, во-первых, время, которое он будет затухать. Время совершенно не важно. Вот много... Вот это... Я еще раз хочу повторить. Поскольку в задаче нет инерции, трение совершенно не важно. Вот. Да? То есть... В смысле, время совершенно не важно. Совершенно не важно, как быстро вы это делаете. Нет, время затухания, которое мы его в один раз колебнем. Считаете, что вы делаете это бесконечно медленно так, потом бесконечно медленно так, потом бесконечно медленно так, все делается... Опять же, все делается совершенно не важно. Кстати, кроме того, что раз время не важно, то все обратимо. Если вы сделали так, а потом так, вы вернулись в то же место. Вся хитрость заключается в том, что как этот хитрый сперматозоид или вот эта самая бактерия, чтобы изменение, которое вы делали, оно представляло из себя, как говорят, цикл в пространстве формы. Потому что если вы сделаете какое-то изменение, а потом сделаете изменение обратно, то все вернется куда было. Все абсолютно обратно здесь. Вы, когда меняете направление скорости, вы меняете знак давления, потому что давление и скорость в этом случае связаны линейно. У вас нету нелинейного члена. Давление, которое определяет силы, и скорость связаны линейно. Поэтому на самом деле то, что нужно сделать, это нужно сделать цикл. То есть если бы вы изменили так, а потом вернулись так, когда вы стяните эту ногу, вы куда-то стынетесь. Если вы вернете ее в свое обратное положение, вы вернете в свое обратное положение. Поэтому вы делаете так, а потом делаете другую ногу. То есть вы на самом деле в пространстве θ, вы стартовали вот здесь, ну точнее вот здесь. То есть у вас этот угол был положительный, этот угол был отрицательный. И то, что вы форму вашего угол отца полностью прикрясите на ногу. Вот вы стартовали с этой точки, в которой один угол был равен 5, а второй минус, это где-то я смотрел сюда и смотрел туда. Вы совершили вот такое движение. Этот угол стал нулем, потом и этот угол стал нулем, потом этот угол вернулся, потом и этот угол вернулся. То есть вы совершили цикл в пространстве формы. Понятно, что если бы этого цикла не было, то есть если бы его площадь уменьшалась, то движение было бы все меньше и меньше. Возвращаясь к вопросу про степень θ. Смещение должно зависеть от площади. Потому что если бы... Понятно, что степень необратимости определяется тем, какого размера цикл для совершения. Поэтому о площади есть θ квадрате. Ну или θ, а может на θ квадрате они у нас одинаковые. Значит смещение есть θ квадрат. Поэтому от знака главного зависит. Но тем не менее оно имеет определенный знак. это вам домой, чтобы... Почему это площадь в пространстве? А? Почему это площадь в пространстве? Да, это может быть площадь в любой степени. Но мы предполагаем, что когда... То есть когда площадь в пространстве к нулю, смещение тоже стремится к нулю. Мы предполагаем, что это функция смещения, как функция площади, что это разложение начинается, так сказать, с первого члена. А вы говорите, что у нас достаточно одно руки. Это не только по-моему. Да, я просто... Нет, одно руки тоже может быть. В смысле, в одной ноге может быть совершение цикла. При этом вы должны использовать одно и эту как вторую. Вы должны делать что-то, что... Хотя нет, если у меня будет только одна нога, у меня будет только один параметр, а именно угол между этой ногой и тела. С одной ногой нельзя, вы совершенно не правы. Нельзя. Мне нужно иметь два параметра. Минимум. То есть пространство, в котором я движусь, должно быть минимум неумерное. То есть форма должна, по крайней мере, описываться двумя параметами. В этом смысле это действительно по-видимому минимальное действие. То есть два угла и меньше угла. Совершенно резервное действие. Хорошо. Теперь давайте вернемся. Последние пять минут я покрашу на то, чтобы вот если 4 пи, привезти 6 пи. И это означает, что просто найти, так на самом деле устроено обтекание сферы при очень низких числах реноса. Для этого мне нужно решить вот это уравнение. Еще раз говорю, если есть вопросы, задавайте это для всех. Можно вопрос? А вот у спирали сколько параметров? А? Вот на плантсадра параметра у спирали, да, правильно. У спирали... Там же 1-5-9. Нет. У спирали на самом деле, то есть у нее есть форма, в которой я сразу, так сказать, я сразу нарушил симметрию. Это спираль, то есть у нее на самом деле, в том числе есть положение ее... То есть у нее есть как бы круг, это один параметр, который описывает, что вот у него есть такой форма. Второй параметр, это насколько он сдвигается при каждом круге. То есть в шахте будет спирать. И когда я движусь вот так, я перемещаюсь в этом пространстве. То есть я могу двигаться назад, и тогда я в этом пространстве буду совершать обратницу. Вот здесь, скажем, вообще бесконечное количество параметров. То есть это функция, какой я задаю свой вопрос. Это намного сложнее. Но, скажем, если я по ней буду гнать волну, то у этой волны будут вообще говоря два параметра, амплитуда и длина волны 3, амплитуда, длина волны и фаза. Если я считаю, что она всегда здесь 0, то у меня два параметра, амплитуда волны, которую я гоню, и фаза, с которой я еду, или длина волны. Хорошо. Значит, давайте все-таки мы вернемся сюда. Я вам покажу вкратце, как нужно выводить обтекание тела в нескольких числах ренольца. Это для того, чтобы это сделать... Так. 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 То есть, в принципе, нам нужно при этом решать вот это уравнование. То есть мы ищем стационарное обтекание при очень низком степени реверсах. Мы должны решать вот это уравнование. И в Ландау Левшесе описан чрезвычайно элегантный и очень мучительный способ превращения его в оборонение шестого порядка, нахождение решения, а потом раскручивание обратно, интегрирование его пять раз. Вот. Очень полезное упражнение. Я успею, что его проделать, потому что таким образом меня пытали в детстве. Но я потом уже для своих студентов поделил нерасердный способ решения этой задачи, которая совсем простая. Да, и, конечно, мы не сжимаем нерасердный. И в этом был нерасердный член. То это означает, что в этом приближении лапассиан давления равен нулю. Да? Но раз лапассиан давления равен нулю, а мы знаем, что давление линейно связано со скоростью, то есть оно должно быть линейно связано со скоростью у, которая из градусов для нас, то мы опять ищем решение уравнения лапласа на скалярную величину, которая линейно связана с вектором у. И это мы с вами уже проходили. Это дипольное решение. Это означает, что П должна быть пропорциональна какая-то константа у скалярно умноженная на граде n единица на д. В вязком случае, я подозреваю, что на д.о. конечно, это в голову пришло, но, видимо, что полезно студентам решить проводение 6-го П. Это дипольное. Это дипольное решение. Это ровно то, что вы писали вчера, когда у нас был потенциал Фи равнялся У, градинент единица на д. У нас много с верительством? То есть никакого дипольного решения? Есть много с верительством. Но нам нужна скалярная величина. Мы ее делаем из вектора У. Она же оптимулинеетно пропорциональна. Это ровно, как вчера мы делали потенциал. Пока все равно мы делали потенциал, а сегодня мы делаем давление. Вот. скаляр из вектора можно сделать, умножив его, сделав скалярное произведение на другой вектор. Посмотрим шарик. Из решения уравнения локласса мультиполий вектор только дипольный. Ну, опять же, кто-то вчера разумно сказал, есть это самое аксиальная симметрия здесь. Ну, а сюда мы получаем, что пыль есть на самом деле единица на р квадрат, как и должно быть для типоля. Да? Вот. Оно у на оси минус это. И как-то там стоят коэффициенты, которых я не понимаю, как они стоят. Их можно поставить. нет, даже у меня написано, я вам их не хочу убить. на R. Естественно, коэффициент находится из сравнения с граммом стоянина пополам. Да? Вот. Значит, и, соответственно, можно взять это давление, которое диполь, такой же самый диполь, который мы не видели вчера, подставить его, проинтегрировать по поверхности сферы и получится 6 пиль вместо 4. И именно в силу вот этих трех вторых, которые получаются из точно рассчитаемых с граммой стоянина. Но я вам последнее, что я хочу вам сказать, что P ведет себя как P, это же V по D R, да? А P есть единица на R квадрат. Это означает, что скорость убывает как единица на R для вязкого движения. И вот на этом месте я хочу закончить. И к этому мы вернемся в следующий расчет. P убывает подальше. P убывает подальше. по-русски, которая у нас была раньше. Кстати, кто-то говорит, что может быть интересно, я завтра читаю популярную лекцию под названием «Как начинается дождь». Совсем популярную скальпитную, песню, не тряски. В 10.30 конференция по выпускников системы, она вы можно найти на сайте. Что вам интересно? В 10.30 завтра. Я не знаю, к сожалению, в каком месте, но как начинается в 10.30 в 10.30 В Garage Субтитры сделал DimaTorzok